Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука. Сегодня, можно сказать, самая важная тема, которая волнует всех. Приходит очень много вопросов. Когда сеять томаты и как высчитать сроки посадки? Если про очередность посевов на той неделе я говорила очень-очень подробно, то о сроках посадки в этом году я еще не затрагивала эту тему. В прошлом году я говорила, но мало кто читал ее, потому что там было в друзьях очень мало людей. Сейчас я вам также подробно постараюсь рассказать. Кто-то поймет в этом году, кто-то, может быть, поймет на следующий год. Вот смотрите, от сроков посадки тоже зависит количество урожая и вообще зависит, как будет успешный ваш сезон 2018 или нет. И еще хочу сказать, что про сроки посадки, про ваши точные даты вам никто, никакой производитель не даст информацию, потому что на пачках написано обычно только вот, что посев на рассаду производят за 50-60 дней до высадки. Это почти на каждой пачке. Вот следующую берем. Хоть ранние, хоть не ранние, они пишут везде одинаково. Посев на рассаду производят за 50-60 дней до высадки. Тоже. Какую бы пачку мы ни взяли, где есть эта информация. Вот. Посев на рассаду производят за 50-60 дней. И это написано на всех томатах и на средней, поздних, на средней спелости и позднеспелых, и ранних, которые вот почти как скороспелки. Поэтому нам производитель в этом ничем не поможет. Если вы захотите узнать, когда вам сеять, вы никогда на пачке этого не увидите. Почему? Потому что пачки штампуются для всех регионов, а в каждом регионе сроки посадки и посева свои. Если про очередность я говорила, что она не зависит от региона, в котором вы проживаете, и все мы сеем сначала поздние томаты, позднеспелые, потом уже средние, и в самом конце скороспелки. То вот эти вот сроки, даты посевов, она в каждом регионе разная. Я сейчас буду говорить про свой. Я живу в сибирском регионе, Алтайский край. Мы высаживаем в открытый грунт после 5 июня, когда уже минует угроза заморозков. И только после этого мы высаживаем. И вот от этого срока я в качестве примера вам объясню. И сразу добавлю, что если вы живете в средней полосе России, то этот срок раньше на неделю. Если в южных регионах, то это вообще там от месяца до полтора раньше, потому что в Краснодарском крае уже январь-февраль начинаются посевы. Но я скажу на примере своего региона, и каждый потом будет для себя высчитывать, делать корректировку. Вот, например, мы высаживаем 5 июня рассаду. К этому времени она должна иметь возраст 60 дней. Но это срок от первых всходов и до высадки. Но до того, как она взойдет, мы прибавляем еще 7 или 10 дней. К 60 дням прибавляйте 10 дней. Если мы высаживать должны 5 июня, назад отсчитываем. 5 мая это месяц, 5 апреля это 2 месяца, еще 10 дней, 25 марта. Вот. Для открытого грунта в Сибирском регионе, вот у нас на Алтае, оптимальные сроки 25 марта. И делаем разбег 10 дней, потому что кто-то хочет с календарем садовода в соответствии посеять. У кого-то там выходные, не выходные. С 15 по 25 марта мы сеем все томаты, которые будут у нас в открытом грунте, без всяких укрытий, без всего. Просто голые томаты. Этот срок еще на неделю, дней на 10 можно отодвинуть вперед. Если вы будете укрывать пленочкой первое время, значит уже не с 15 по 25 марта, а 15 минут 10, значит с 5 по 15 марта могут сеять те, у кого есть время и возможность прикрыть томаты пленочкой. Еще дальше отодвигаем от 15 марта на 2 недели, для тех, у кого есть теплица неотапливаемая. Если у вас есть возможность высадить свои вот эти томаты в неотапливаемую теплицу, и вы будете там выращивать, то значит от традиционных сроков 15 марта можете смело 2 недели, еще как заранее, с 1 марта сеять. Если у вас есть возможность подогреть эту теплицу, значит в случае заморозков вы можете создать условия, тепло сделать там, какие-то инфракрасные обогреватели, или тепловые пушки, то вы можете этот срок отодвинуть еще на 2 недели. Значит это уже будет не март, а средина февраля. Вот из моего рассказа всем становится ясно, что сроки посева не могут быть одни и те же у всех, они очень-очень разные. И когда ко мне на личку приходят вопросы, когда мне сеять томаты, я вот сразу говорю, отвечать никому не буду. Для этого мне нужно зайти на вашу страницу, узнать ваш регион, выведать каким-то образом, или у вас там, или просто по фото узнать, есть ли у вас теплицы, где вы будете выращивать. Это надо сначала информацию собирать, минут 10, 15, 20 переписываться, и потом уже высчитывать дату вашего посева. Естественно, что у меня нет физически времени отвечать каждому, кто живет в разных регионах, на этот вопрос. Поэтому я хочу всех вас научить высчитывать вот эти даты самим. Это очень просто высчитать для себя одного. Но для всех они ведь будут разные. У кого-то есть теплица, у кого-то нет. У кого-то есть теплица, но не обогревается. У кого-то теплица с обогревом, ясно, что он будет сеять раньше. Вот я для получения раннего урожая, вообще вчера посеяла уже первую партию, потому что я могу создать условия. Кто может рано посеять? Тот, у кого есть телаж с освещением, потому что свет обязательно. Тот, у кого есть возможность выносить ее потом на солнце, чтобы она не вытягивалась у нас в доме, не была бледненькая, хиленькая. Если я знаю, что я могу ей это предоставить, то я и сею в более ранние сроки. И когда пишут, что зачем так рано сеете? А зачем все рано сеют? Для получения раннего урожая. Поэтому даты у всех разные. Я вот сейчас для теплицы, которую буду, возможно, если будут морозы, подогревать тепловой пушкой, посею сейчас. Потом я посею еще в средине февраля. Основную массу для открытого грунта я посею 15 марта, а скороспелые я буду сеять в апреле. Все сроки разные, и каждый должен уметь высчитывать сами. Узнайте у своих соседей, опытных садоводов, какого числа в вашем регионе высаживают в открытый грунт. Отсчитывайте 60 дней и плюс 10, ну сразу 70 дней назад. Значит, в этот день вы можете посеять свои томаты, которые будут на улице. Если вы решили нынче прикрывать их и получить более ранний урожай, прикрывать пленочкой, то можете еще дней на 7-10 посеять еще раньше. Если у вас есть теплица, то сейте еще на неделю раньше. Если она у вас обогреваемая, то сейте на полмесяца раньше. И так можно отодвигаться, отодвигаться, отодвигаться до самого января. Вот у меня первый посев 29 января. Это нормально при соблюдении всех вот этих технологий, всех условий для выращивания рассады. Все. Обдумайте вот эту информацию, посчитайте, когда у вас. И вы тогда определитесь с этим сроком, и вам не надо будет спрашивать у посторонних людей, когда вам высевать. Эта дата у каждого своя, индивидуальная, и зависит она и от условий, которые вы им предоставите своим растениям, от вашего региона, от сорта. Скороспелки сейм в последнюю очередь. Все. До свидания. С вами была Ольга Чернова и наша огородная азбука, которую надо вот начинать изучать с самых-самых азов. Сроки посева, это очень важно, и каждый из вас должен уметь высчитывать их сам. Продолжение следует... Продолжение следует...